Суть конкурса проста – украсить двор, в котором живешь. Проводится он в двух группах – сельские поселения и поселения городские. Оценивать результаты будет конкурсная комиссия, в составе которой представители общественности, служб жилищно-коммунального хозяйства, органов местного самоуправления. Принять участие может любой. Мы привлекаем различные общественные организации. В конкурсе могут участвовать организации различных форм собственности, также индивидуальные предприниматели и активные граждане. Несмотря на то, что конкурс проводится под эгидой Министерства ЖКХ, цель его куда более масштабная, чем просто благоустройство придомовой территории. Где рождение справляют и навеки провожают всем двором. Времена, о которых пела Анжелика Варум, постепенно уходят в прошлое. Современные дома-муравейники как-то не располагают к общению. В наше время люди, живущие в соседних квартирах, порой даже не знакомы друг с другом. Совместное творчество, как известно, объединяет. И жители именно нашего района это хорошо знают. В Видновском крае нашем уже есть опыт проведения таких акций. Буквально в прошлом году мы проводили также конкурс «Наш двор». И это была инициатива именно от жителей. И участвовало больше 11 дворов по Ленинскому району. Это такой первоначальный хороший результат для первой акции. Как видно, опыт взяли на вооружение в области. Но если наш конкурс проводился только летом, то нынешний охватывает разные времена года. Смотр конкурса будет проходить в три этапа. Захватывает три времени года. Это зиму, весну и лето. Первый этап будет проходить у нас с 1 декабря по 31 января. Заявки принимаются в администрацию Ленинского муниципального района до 25 января. Второй этап конкурса пройдет весной и, соответственно, получит название «К нам во двор пришла весна». Летом третий этап с говорящим названием «Цветущий двор». Впрочем, есть идея продлить его и с приходом осени. Как утверждают эксперты, для того, чтобы украсить двор, много денег не нужно. Осенью в ход идут пни и коряги. Летом живые цветы, зимой снег и лед. Да и как можно деньгами измерить радость от красоты, в которой живешь? Итак, первый этап стартовал, и все желающие могут уже сейчас заняться благоустройством своего двора. Благо, погода позволяет. Будет оцениваться малые зимние архитектурные формы во дворе. То есть это детские горки, катки, потешные снежные городки, оформление двора к новогодним и рождественским праздникам. Общие итоги конкурса будут подведены в сентябре 2017 года, а лучшие проекты будут поощрены. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова